вы только посмотрите этот алкаш совсем упоролся снимает как он пьет пиво всем большущий привет дорогие друзья подписчики гости канала произошел у нас к сожалению сбой небольшой технический банк у нас это оказалось открыто чё-то пришел я пью нельзя вот собственно говоря к чему я в преддверии выходных в преддверии пятницы рад вас всех приветствовать в своем баре хотел бы снова вместе с вами попробовать несколько сортов пива новых сегодня мы будем пробовать пиво shadow moses пивоварни ковен подмосковный солнечный ветер от пивоварни план б ярославской и пиво газе стиль газе это томата томатом этот автоматный метод называется пивоварни self-made в москве пивоварни находится собственно первым у нас пойдет сегодня он уже был даже можно сказать это shadow moses пивоварня ковен по дизайну как буквально есть своя стилистика как у всех пивоварен крафтовых да и конкретно вот тут да там такой интересный интересный дизайн и какие-то камни камни вода очень такой дизайн мне нравится и без сомнений готов на восьмерку оценить и дизайн этой банки цвет да по моей классификации такой медовый в целом такой достаточно распространенный среди стиля и по индийский бледный эль так называемая одна из легенд вообще откуда появился сорт индийский бледный эль это то что свое время в Индию везли пиво и оно закисло по дороге чтобы перебить запах этот неприятный решили добавить больше хмеля чтобы хмель как бы перебил и вот оттуда как пошла такая легенда знаю правда это или нет но когда легенда интересная красивая поэтому почему бы и нет так вот по цвету так мне такой цвет нравится правило оставлю 8 баллов за такой цвет и в этот раз я тоже отступать не планирую здесь у нас представлен очень распространенный хмель мосайк как бы да он чувствуется запах мне нравится то есть он как бы не шедевральный такой классический насыщенный правильный хорошо сделаны поэтому тоже 8 баллов а вот вкус здесь действительно отличается от многих как бы до конкурентов так скажем как бы конкретно по моему вкусу горечь здесь вот прям то что нужно то есть он такой горьковатый насыщенный такой сложно сложно достаточно то есть тут и сладость есть и горечь и так вот хмелевая горечь в целом все сбалансировано вот именно горечь то которую я люблю прям очень нравится поэтому поэтому за вкус прям 9 баллов без каких-либо сомнений готов поставить и и таким образом пиво пиво пивоварни ковин попадает мое избранное так скажем да и и с большим удовольствием его еще раз куплю и выпью обязательно следующее пиво у нас это пиво солнечный ветер от пивоварни план б ярославской как бы да понимаю что я немного наверное уже всех достал своими рассказами про ярославль но действительно город ярославль мне очень нравится это мой любимый город золотого кольца я определенное время как я уже говорил да я проработал в чехии словакии нет таких крупных городов как москва да очень много как раз таких как бы да агломерации как ярославль тот же и вот именно такой типоразмер города он мне наиболее близок и очень сильно мне город братиславу напоминает ну вот как бы да безусловно один из моих любимых городов и всем рекомендую там побывать и компания план б пивоварный план б одна из достопримечательностей как бы до этого города естественно для тех кто неравнодушен к пиву вот по дизайну у плана б тоже есть свой дизайн такой как бы да как у всех крафтовых пивоварен он он такой по-своему уникальный как в принципе ну у всех до пивоварен он именно мне наиболее близок потому что да вот объясню дам в ярославле есть замечательное заведение кафе афоне называется где проходила часть съемок фильма афоня безусловно тоже один из моих любимых такой золотой фон советского кино и в целом вот там такая вот атмосфера как вот в этом фильме и целом город как бы тоже вот он немного все-таки не такой современный как москва и это по-своему как приятно так как-то план б он как бы да вот он почему-то с городом ассоциируется конкретно этот шрифт он именно вот то есть как мне кажется из тех времен из-за того как бы до теплого времени когда когда я смотрел в детстве этот фильм да и ну и знаю мне как то советские фильмы такое теплоту какую-то навевают какой-то не знаю веру светлое будущее простыми словами поэтому мне вот как бы да где этот дизайн то здесь изображен получается маяк на облаках радуга дирижабль какой-то интересный и что-то крылатая какая-то конструкция вот и в связи с этим не знаю мне как бы именно этот дизайн как очень так как тогда к сердцу тепло ложится и пожалуй 9 баллов субъективно поставлю от себя уж очень мне нравится этот дизайн стекло на самом деле я не очень люблю но к счастью сейчас пивоварный план в куда стали ребята стали производить все больше и больше продукции в алюминиях банках для меня это самая идеальная самая удобная форма когда стекло опять-таки тоже вот эти классические бутылки тоже немного отсылают когда в прошлое тоже какая-то теплота от этого становится но на мой взгляд вкус и аромат гораздо более весомый аргумент чем таров которые продается продукция открывашка у меня это из на самом деле даже у меня он в столешнице увековечено пиво пламбе даже в нескольких нескольких местах пробки на крок на пробке кстати говоря изображен ярославль да такой интересный рисунок ярославля такой собирательный поэтому всем рекомендую посетить этот замечательный город это у нас american плл американский бледный эль единственный плюс что вот когда так наливаешь из бутылки как бы пену можно регулировать кому кому нравится пена кому не нравится то есть так резко ливануть то прям пены много становится для меня как раз таки наличие пены это плюс потому в разумном естественно размере объеме но для american плл или цвет тоже такой красивый достаточно традиционный обычный да на мой взгляд правильный куда по моему субъективному суждению он правильный так и должна выглядеть апа так называемая и 8 баллов поставлю за этот цвет также у пивоварни план b есть еще одна апа это отличный план называется сорт в одном из первых выпусков я его пробовал и очень аромат очень похож тогда он у меня вызвал бурю эмоций но сейчас буду чуть более сдержанный в комментариях ну и на 9 баллов оценю как баран действительно хороший аромат хороший прям медом даже отдает такой вот он как бы да у меня просто возможно немного свое так скажем восприятие аромата вкусов вот именно меня как бы ассоциируется именно вот хорошая качественная апа она для меня вот в сочетании всех ароматов которые они содержатся для меня они как бы вместе как бы составляют такой как аромат меда если аромат очень сильно похож на отличный план то вкус чуть более горький и это мне тоже нравится то есть вот именно вкус как бы я такой больше люблю то есть у отличного плана вкус тоже был как бы хороший приятный но вот именно это мне нравится однозначно больше чем отличный плану той же пивоварный план б и за него я 9 баллов поставлю завершает нашу дегустацию сегодняшнюю пиво пиво пивоварни self-made это пиво называется томатный метод барбекю томата газе вообще как бы газе это такой в принципе как и многие крафтовые сорта достаточно на любителя но вот именно газе когда но вот именно газе это как бы отдельная история мне вот именно такие как бы мне нравится как бы в целом этот стиль то есть это конечно не ну не то пиво до который мы как правило пьем встречаясь с друзьями там в каких-то когда это такой это вообще отдельный на мой взгляд то такое отдельное направление которое как бы с пивом даже можно не сравнивать как мне кажется мое субъективное мнение но тем не менее мне эта штука безумно нравится то есть именно вот я не воспринимаю даже это как пиво да то есть я по большей части это как такой напиток такой слабо алкогольный который просто отлично заходит там с мясом с чипсами принципе как и пиво да но вот именно это то есть рисован как бы можно и без соуса да то есть вот идея в этом то есть напыдаясь тут есть мясо соус и пиво для это просто можно чисто с мясом не как бы эту штуку как действительно очень нравится как бы тут возможно большей части людей не понравится потому что когда здесь содержится пюре то есть кто-то не так же как сок с мякотью да кто-то сок любит с мякотью кто-то не любит здесь содержится в данном случае это томатное пюре я так понимаю здесь еще и да здесь еще и барбекюшные всякие штуки присутствуют написано что перед употреблением перевернуть 24 раза надеюсь стены потолок у нас сейчас не будут окрашены в цвет содержимого этой банки аккуратненько перевернем и вот сделано это как раз как бы да вот написано это как раз для того чтобы для того чтобы да там как раз мякоть это вся перемешалась по дизайну банки что могу сказать опять таки вот self-made такой вот у них вот такой вот стиль как бы да такой как я его называю такой татуировочный да то есть в такой стилистике многие люди татуировки делают и это тоже здорово да что как вот каждый пиловарный свой такой вот дизайн это как отдельное направление искусства до плюс это еще смолки ход и дишин то есть у них есть несколько версий две версии по моему да есть обычно это смолки ход и дишин то есть это такая более острое острое люблю поэтому ничего против не имею вот а по банке могу сказать что дизайн дизайн хороший качественный на восьмерку пожалуй его оценю то есть он не вызывает у меня какого-то вот такого каких-то дополнительных эмоций просто видно что хорошо качественно симпатично и действительно наверно кто-нибудь могут такую татуировку себе сделать да действительно задумка есть как бы все здорово как мне нравится и на 8 баллов я цену 1 все у нас по плану все у нас прошло все у нас прошло спокойно ну пена тут никакой не будет то есть это такой по сути дела томатный сок как бы да с пивом так можно сказать но это на самом деле не так то есть это не значит что вы там возьмете пиво с томатным соком смешаете у вас получится такой же продукт как бы нет я не хочу сказать абсолютно нет вот просто как бы технология тут другая то есть это все вместе бродится как бы все вместе бродит да вот все готовится именно при цепторе пиво то есть как бы не знать что они сварили пиво потом смешали с соком и потом уже там или с пюре потом уже в банке закатали нет это абсолютно не так то есть это как бы отдельная как бы такая штука можете на ютюбе да много видео есть да как делают тот или иной сорт в том числе как раз таки сорт газы ну как бы цвет не оценить сложно да все таки ну действительно это первый пожалуй сорт да за все выпуски когда мне сложно оценить цвет он однозначно интересный как бы да пойдем от этого он однозначно интересный и поскольку мы естественно сравниваем в рамках одного и того же сорта все то ну среди газешек пожалуй как бы это у нас будет отправная . то есть мы пока еще не сравнивали газ газешки другие как бы да ну для меня это 8 то есть как бы у меня цифра такая в голове до 8 баллов интересный цвет красивый такой в меру насыщенный то есть он я бы в меру яркий то есть видно что это натуральные как бы да да там натуральные вещи внутри присутствует да как бы стакане вот видите как бы да на стакане видно что мякоть да она оставляет следы на стакане видно что там натуральный продукт и такой цвет не сильно яркий потому что без искусственных красителей без каких-то искусственных добавок ну как бы вкус здесь вот мне такое нравится то есть я давку чувствуется пиво чувствуется безусловно как бы чувствуется томат чувствуется остринка чувствуется барбекю как бы как мне кажется большинству людей это не понравится но я не большинство и никогда большинством не был для лично мне этот вкус нравится я готов за него поставить 9 баллов пусть это будет у нас этот сорт отправной точкой на в дегустации газы возможно будет что-то лучше возможно будет что-то хуже но данный момент конкретно я на 9 баллов оцениваю то есть как бы здесь есть явно как тут на сами все очевидно то есть вкус помидора он как бы он затеняет все и плюс еще эта острота она забивает я бы все рецепторы и поэтому я вот его и оставил напоследок потому что и дегустация сортов shadow moses и солнечный ветер было бы бессмысленно но мне это однозначно нравится и принципе рекомендую всем попробовать ну что дорогие друзья подписчики гости канала к сожалению очередная наша дегустация подошла к своему завершению один из многих случаев когда все три сорта для меня были новыми как бы да ни один из них до этого не пробовал был естественно знаком с каждой из пивовари но вот именно конкретно эти сорта попробовал впервые и все три сорта оставили у меня как бы до положительные впечатления и по вкусу и по аромату однозначно в дальнейшем каждый из этих сортов я обязательно попробую надеюсь что солнечный ветер удастся попробовать ярославль и планирую в ярославль как всегда раз в год обязательно туда езжу надеюсь удастся мне ярославль это пиво тоже попить возможно в розливе если да если где-то будет томатный газы куда интересно кабру ничем не удивил опять таки в целом газешки я пробовал то есть какого-то прямо какой-то сильной разницы между ними куда нет особо да просто где-то есть специи добавляют то есть есть такая пивоварня хоу хэд них есть прямо серия супов то есть там есть харчо лагман борщ но я себя ничего не путаю точно есть какие-то супы точно харчо есть это прям сто процентов по-моему и борщ тоже есть и вот ну соответственно тут как бы как свои какие специи добавляются то есть тут на самом деле по большому счету какую-то разницу поймать трудно да вот именно как тогда вот такой мне кажется очень сложно сравнивать да потому что вот эти вот газешки есть и фруктовые тоже и там по большому счету ты чувствуешь вкус там пюре которые добавили фруктовая овощная там специи какие-то сиропы там что-то такое но в качестве вот именно разнообразие вполне себе как мне это очень доставляет удовольствие и как бы да такой сюрприз для меня вот new england и под компании ковин в мое избранное будет обязательно входить и в дальнейшем я конечно же еще раз его куплю когда-нибудь позже однозначно мне это пиво понравилось в принципе мне все понравились но вот именно именно вот хотелось бы выделить пиво shadow moses от компании ковин всем вам желаю крепкого здоровья отличного настроения позитива во всех делах спасибо большое за просмотр комментируйте оценивайте видео задавайте вопросы оставляйте свои предложения по какому-то пиву предлагайте пиво на дегустацию всем большое спасибо удачи вам и до новых встреч